О, привет, пацаны. Ребята, откуда будете? В город Полтава. Это же Украина? А область? Донецкая, Луганская? Ну, рядом там. Как относитесь к войне с Россией? Мы с Сибири. Да как? А как можно к этому относиться? Вам что, не слышно меня, что ли? Нет, слышно, слышно. А как вы относитесь к этому? Мы против, лично я. Ну, так что делает с этим? Ну, просто ваше мнение, вы с Украины, я с России, интересно узнать. Ну, я против тоже. Ну, так ты президенту своему сказал, что ты против? А при чем тут мой президент? Ну, а как? А кто? Мой президенту как не суется? Серьезно? А кто туда суется? НАТО, Америка, ваши родимые. Вы же хотели в Евросоюз. Вы там, а и как ваши? Ну, так мы-то там, а вы... Вы теперь в Евросоюзе. И в итоге, одна четвертая часть в России работает, другая в Европе. Разница? Ну, так при чем тут разница? А Владимира, Владимир, вы чем не трогайте? Так вы на Донбасс войск своих нагнали, соответственно, вот все проблемы от этого. Там российских войск нету. Ну, теперь, как мы их поубивали, то, конечно, нету. Поехали обратно в цинковых гробах. Не-не-не-не-нет. Ну, шо ж, не-не-нет. Если бы наши войска были, Киев бы уже давно был в лепешку. Так, как это в лепешку? Ну, как? Вы победили, получается, героя Мактолова. Так ты же говоришь, что войска НАТО у нас же. Вы что, НАТО бы смогли победить? НАТО смогли. Серьезно? А какое есть у вас вооружение современное? О, много. Искандера хватит для начала. Это 70-х годов, Ван Ол. Это 70-х? Так это, наверное, вы из этих годов, извините. Не, ну НАТО ж посовременнее оружие, ты ж понимаешь. Ну, хорошо, Армата. Армата не завелась даже на параде. Где такое было? Это вам в Киеве показывали? Украинская фунта? Блин, ну, ты хочешь сказать, это снято в Голливуде, когда на вашем параде заглохла Армата, ее тянули тягачом. Ты будто бы этого не видел. Это, получается, вам показывают одно. Вам показывают, наоборот, пропаганду. Того, чего здесь нет. А, здесь нет. Там нету, а здесь есть. Ой, какие же вы сугодумы. В общем, я тебе, мальчик, объясняю, что на Россию наложены санкции всем цивилизованным миром. За то, что вы страна-агрессор. И сколько бы вы там не повторяли... Вы не агрессоры, кто не агрессор. Сколько бы вы не повторяли свои мантры, всем давно понятно, чьи войска, кто сбил малазийский лайнер, кто убивает украинцев, кто оккупировал Крым и все остальное. Вы можете сколько угодно сидеть... Было убито несколько человек во время этого референдума, чтобы ты понимал. Было убито повстанцев. А каких повстанцев? О чем ты говоришь? О каких? Какие глупости? В общем, я тебе объясняю. Слушай, ты главное запомни, что через 10 лет, когда санкции уже и до тебя дойдут, и когда ты будешь есть вот там в своей Сибири снег, и он будет тебе казаться вкусным, то тогда ты вспомни наш с тобой разоговор, когда тебе Андрей Полтава пытался... Так же в СССР говорили, что СССР никогда не развалится. Так вот, когда ты будешь опять... Когда ты будешь опять просить, чтобы тебе Америка прислала какую-нибудь гуманитарную помощь, потому что ты там вздыхаешь с голода. А когда она присылала? Давай с этого начнем. А когда она присылала? Постоянно. Ну, последний раз... Я тебе говорю, последний раз присылала, когда развалился с СССР, и вы ножки Буша ели. Спроси у своих родителей, они тебе расскажут. Ты забыл про ножки Буша? Ты тоже на них вырос, кстати. В начале столетия, когда голод был в России. В нормальной семье, в нормальной атмосфере, где я свое выращиваю. Если так, нахуй пошел. Что ты свое выращиваешь в Сибири? Своё хозяйство. Ну, что у тебя растет, расскажи мне. Бараны. Ну, я вижу одного. Что еще? А я тоже одного. Дальше. Ну, барана вижу, что еще? Ну, так я говорю, я барана вижу. Я спрашиваю, что еще, кроме... Там еще кто-то бегает рядом с тобой. То-хто. Свинину вот вижу. Свинина, вижу свинина бегает. Молодцы. Что еще? Вы там в своей Сибири. У вас один месяц лета в вашей Сибири. Что вы там выращиваете? Ты хочешь мне свой корнишончик показать, да? Ну, давай поржу вместе. Ну, примерно я так вас и представля... Боже мой. Я так это и представлял. Блядь, чувак, не смеши это вообще, блядь. Это корнишоны, блядь. Ой, чувак, блин. Это просто смешно. Ну, блин. Ты бы хоть бы не позорился с этими своими. Тебе вообще... О, блядь, ты, а? Блядь, я только проржался. Сука, это вообще, блядь. О, такой, блядь. Ты хоть девкам не показывай. Это вообще, блядь, чувак. Это просто, блядь. Я таких маленьких в жизни не видел. Я тебе честно говорю, блядь. Это реально... Это в России вот такие растут, блядь, вообще. О, это цирка. Я теперь понимаю, почему ваши бабы любят, чтобы украинцы их ебали. Так мы украинок ебем. Да каких там украинок? То, что к вам с Донецка поприезжала всякая ваша бывшая... Бывшая, это... Русская шваль, то это же не украинки, ребята. Я теперь понимаю, почему вы голубенькие такие два голубка к друг другу жметесь. Потому что вам бабы не дают, только вы друг другу. Вы толбоеб, потому что... Вы такие, все в синем такие, такие прямо, блядь. Если бы в Европе, я подумал бы, что вы геи. А так я просто понимаю, что вы пидорасы. А, для вас это Европа, это норма геи. Ну, лучше европейские геи, чем русские пидорасы. А ты там пидор. А что ж тогда ты чеченков-то испугал? Слушай, а у этого такой же маленький. Вы смотрелись в душу или у него побольше? Ты посмотришь? Или у него ты? Давай, давай поржем уже ж по полной, давай. Давай ответим на вопрос. Чего ты ж тогда чеченцев ваши войска испугались? Ты мне скажи, чего вы на бутылке чеченской сидите и кричите «Чечня круто»? На какой? На такой. Вы забыли, на чьей бутылке вы сидите? Да мы не сидели. Может, ты сидел с жопой там? Ну, значит, придется еще. Я тебе объясняю. Чеченские так называемые войска, наслушавшиеся российской пропаганды, когда в 2014 году приехали, такие бравые. А потом, ну, это не чеченские, это кадыровские. Потому что чеченцы и кадыровцы, это две большие разницы. И когда они тут отгребли пиздюлей, то их пятки доблестные мелькали так, чтобы, блядь, даже не поняли, куда они делись. Вместе с вашими казаками и всеми остальными. Кто тебе такую сказку показал? Да, блядь, это факт исторический, блядь. Вы знаете, что настоящие чеченцы воюют на стороне Украины? Вы знаете, два батальона чеченских воюют за Украину? Они в банкар в жизни не пойдут за твоего паршивого грязи. Это исторический факт. Исторический факт? Ну, у меня высшее образование, не то, что у вас. А, по-моему, у тебя охуи меньше, чем ты, моя голова. Чувак, не напоминай, я только поражался. У меня тут даже чуть губа не треснула, блядь. Так, ну, чирот. Слушай, знаешь, что самое смешное, блядь? Что тебе завтра увидят 20 тысяч человек на моем канале, блядь. И вся Сибирь будет знать, что у тебя такое, блядь. Ты мне стрелку кейс, чтобы я поугадал? Блядь, а тебя на улице терят, и когда девки будут видеть, а ему сразу ржать, ты понимаешь? Ты сам узнаешь, они тебе расскажут. Ты не стрелку кейс, чтобы я видел, чтобы поугадал? Вот такой, блядь. Это вообще, так что угорает? Сейчас штаны, блядь, сними, поугарай, блядь. Что там угорать? Да, блядь, я не покажу, чтобы поугарать. Ой, я не могу. Корнишончик, блядь. Вот такой пи-и-и-и. Ай, ребята, это цирк, блядь. вы говорили они прав про корнишончики вот кстати раз уже зашел разговор об этом почему я троллю их этими корнишон чеками их вы должны их ними блять это слово их корнишонами эти проблема в том что в обществе в котором низкий уровень интеллекта и развития вот эти все первичные половые признаки они очень важны потому что это символ доминирования вот поэтому не видите снимают штаны и показывают это все поэтому для того чтобы как бы опуститься до на их уровень и завоевать их уважение рассказываю про там 25 сантиметров и все остальное понимаете поэтому вы относитесь пожалуйста к этому немножко с юмором потому что вы такие там еще по поводу матов как вы говорите я не матюкаюсь это современный русский язык вы если больше пообщаетесь с россиянами вы поймете что это просто обычный русский язык то что для нас маты для них абсолютная норма среди с детьми общаться в семье на работе в транспорте они так общаются поэтому ставим лайки но кто не хочет смотреть и не может выносить идите смотрите не знаю шария идите смотрите он не матюкается